Казалось бы, всего 0,25%. Повышением ставки Главный Банк России дал понять, что настал момент, когда рубль необходимо поддержать. Иначе жди риска высокой инфляции. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза. А также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В 2014 году Центробанк был вынужден повысить ставку с 7% до 17%, чтобы удержать рубль. На графике видно, что четыре последующих года ключевая ставка только снижалась. Эксперты говорят, сейчас Центробанк просто корректирует спрос населения. Цена на товары и услуги постепенно начнет расти. Наиболее заметные изменения прогнозируют на рынке недвижимости. Например, увеличатся ставки по ипотеке. По словам риэлторов, в конце года они потеряют 2-3% своих клиентов. Но что мы видим на рынке недвижимости? Когда происходят такие вот моменты с корректировкой ставки, как правило, вот в этот момент спрос увеличивается. Ну, потому что все хотят запрыгнуть в последний вагон. Это отложенный спрос, люди ждали, вот когда еще прям упадет, вот прям еще упадет. И вот ставки оказались, да, сейчас вектор сменился, и мы понимаем, что это вот, ну, минимальные все равно ставки сохраняются. Экономисты прогнозируют, что минимальная ставка по ипотеке продержится еще 3-4 месяца, так как коммерческие банки не корректируют свои ставки молниеносно. Впрочем, эксперты не исключают, что до конца года Центробанк может вновь поднять ключевую ставку после очередной волны санкций со стороны Америки, которую обещают в конце октября. Случится ли это и чего ждать жителям нашего региона? В ближайшее время дать разъяснение обещало Алтайское отделение Центробанка. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости.